Итак, пятница, 20 мая, войдет в летопись российской военной спецоперации как день безоговорочного успеха наших военных и спецслужб, завершивших беспрецедентную операцию по принуждению к сдаче в плен более двух тысяч нацистов Азова и военнослужащих ВСУ, месяц скрывавшихся в хорошо укрепленных подземных сооружениях металлургического комбината Азовсталь. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что теперь и территория завода, и город полностью освобождены, и Мариуполь наконец-то может вздохнуть свободно. 8 лет назад, когда так называемая черная рота неонацистов ворвалась в Мариуполь и танками начала давить местных жителей, мало кто мог представить, каким будет последний день Азова. И вот настал час расплаты. Своё существование прекратило некогда самое боеспособное и распиаренное неонацистское подразделение Украины. Нет больше и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Те, кто не был уничтожен, теперь в плену. Сдались все, и рядовые, и их командиры. Все эти так называемые герои Украины, волыны, колыны, редисы, главари боевиков, которые еще несколько дней назад рассылали из подвалов Азовстали бравые послания Зеленскому и письма ко всем подряд, включая Папу Римского. Все они сложили оружие и сдались в плен. Все те, кто превратил мирный приморский город в базу фашистов и 8 лет держал людей в страхе, встретили свой закономерный финал. Ну и немного деталей. Главарей неонацистов вывозили с территории комбината в бронеавтомобилях, чтобы не допустить самосуд со стороны мариупольцев. Желание расправы и ненависть горожан к тем, кто расстреливал и уничтожал их город, зашкаливает. И еще всех, кто сдавался в плен там же на месте, подвергали тщательному досмотру. И у каждого второго на теле татуировки в виде фашистских крестов, свастики, символов дивизии СС. Ну а то и просто портретов Гитлера. И это так, небольшая ремарка тем, кто еще продолжает утверждать, что на Украине нет никакого фашизма, а мы все врем. Понятно, что спецоперация еще не закончена, целей и задач еще очень много. Но сдача Азова это наглядный пример того, что полная и безоговорочная капитуляция и для Зеленского, и для его наемников. Это лучший выход из всех возможных. Как сдались в плен некогда бравые и восхваляемые Киевом боевики Азова. С места событий. Репортаж Станислава Ивашенко. Азов Сталь Азов Сталь. Название этого крупнейшего металлургического комбината ДНР в последний месяц полностью слилось с названием крупнейшего нацистского формирования Украины – полка Азов. Среди многочисленных подземных тоннелей в катакомбах завода боевики устроили свой последний укрепрайон в Мариуполе. Само предприятие – это целый город в городе, со сложной системой разветвлений и подземных тоннелей. Штурмовать такое укрепление значило бы понести огромные потери в человеческой силе. И поэтому еще 21 апреля по поручению Владимира Путина националистов решено было запереть в плотном кольце российских и донецких войск. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Блокада боевиков завершилась их закономерной сдачей в плен. Месяц нахождения в катакомбах Азов-Стали сказался на моральном, психологическом и физическом состоянии военнослужащих ВСУ и боевиков нацполка Азов. Вымотанные темнотой, сыростью, непрекращающимися разрывами снарядов и провальными попытками прорвать глухую блокаду, националисты покинули промышленный район Мариуполя. В этот понедельник с Азов-Стали потянулась первая вереница сдающихся в плен боевиков. Ранним утром, если сказать точнее с 4 часов утра, открылся коридор для выхода раненых представителей вооруженных формирований Украины из подземелья Азов-Стали. Для этого на промзоне Мариуполя сегодня был объявлен режим тишины. Не было ни единого выстрела за весь день. В отличие от того, что мы слышали накануне. Какие были раскаты от падающих снарядов. Оружие, которое в первую очередь сдают боевики, настолько много, что его вывозят целыми грузовиками. А уже дальше российские военные проводят тщательный досмотр сдавшихся боевиков. Из личных вещей. В основном одежда, аптечки, предметы гигиены. Все, что может вызвать подозрения, сразу же изымается. Первая же вереница из автобусов, тигров, бронетранспортеров и машин скорой помощи растянулась на километр. И вот уже, когда стемнело первые автобусы с ранеными, авзовцами и военнослужащими вооруженных сил Украины, которые еще недавно укрывались в подземельях Азов-Стали, выехали в сторону Новоазовской больницы. Всего в этих автобусах порядка 200 человек, 50 из которых тяжело ранены и не могут самостоятельно передвигаться. Колонна пленных в три шеренги, прихрамывая, двигается в сторону российских военных. Грязные небритые лица, черные руки, потрепанная форма. Но в таком плачевном состоянии находятся далеко не все. С завода вышло много женщин, многие с аккуратными прическами и даже маникюром. А настоящей белой костью мариупольской промзоны были именно боевики нацполка Азов. Хорошо питался там, да, на заводе? У азовцев вид вполне цветущий, в отличие от обычных рядовых ВСУшников. По словам донецких военных, у националистов не было проблем ни с питанием, ни со снабжением. Личных вещей у них в разы больше. Уже к вечеру 20 мая в бомбоубежищах не осталось ни одного из представителей так называемой элиты защитников Украины. О том, что Азов-Сталь полностью очищена от нацистов, Сергей Шойгу незамедлительно доложил Владимиру Путину. Еще раньше с территории были эвакуированы все мирные жители, которых азовцы удерживали в заложниках. Об этом министр обороны заявил на коллегии в пятницу. С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Отмечу, что российские вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. Сначала специальные военные операции из опасных районов Народной Республики, а также с Украины. В Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. Всего за пять дней из подземелий Азовстали в плен сдались 2439 азовцев и военнослужащих ВСУ. Последними вышли их главари и идеологи. Сначала командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский. Тот самый Волына, который еще недавно обращался с просьбами о помощи к Папе Римскому и Илону Маску и призывал провести процедуру экстракшн. Теперь грузится в автобус рейсом до Еленовки, где находится тюрьма ДНР. В вооруженных сил Украины есть иностранцы. Вслед за Волыной пошел и Калина. Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар также сдался. Его комбат Денис Прокопенко, более известный как Редис, уехал в бронированном кортеже в сопровождении российских военных. Так называемый командир нацистов Азова из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные изведства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Главаря Азова действительно могли бы линчевать мариупольцы. Людьми прикрывались как щитом, устраивая укрепления в жилых кварталах. А уже отступая к последнему приюту в Азовстале, дома сжигали прямо вместе с людьми, чтобы не оставлять свидетельств своих зверств. Бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка Азов, выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме. Жилые кварталы, прилегающие к заводу, практически разрушены. Дома выжжены. В квартирах очень много лежит погибших людей. Жители в Мариуполе говорят, азовцы должны понести заслуженное наказание. Судить только в ДНР или в ЛНР, потому что смертная казнь есть. Нас в Донецке 8 лет они так молотили там, что только в Донецке судить. У меня погибли дочь и зять. Вот я приехал на перезахоронить детей, забрать внуков. При всех многочисленных свидетельствах людей о преступлениях украинских нацистов, официальный Киев упорно продолжает утверждать, что фашизма на Украине нет. Но только сами сдавшиеся азовцы своим внешним видом полностью опровергают эти заявления. Тела боевиков нацполка Азов расписаны татуировками так, что свободного места не найти. Завери рукав, скажи. Вот один из пленных нацистов от локтя и до запястья украсил руку портретом Гитлера в полный рост. На ребрах цитата фюрера. Война это и есть жизнь и отправная точка. Азовцы с удовольствием украшают себя портретами известных фашистов и националистов. Кто-то даже наколол себе образ неонациста Марцинкевича по прозвищу Тесак. И куда же без портрета фашистского коллаборанта Бандеры, главного героя современной нацистской Украины. Среди всей этой нательной живописи самые популярные татуировки. Молния СС, символ 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» и Вольф Сангель, так называемый «волчий крюк». И, конечно, куда же без герба Третьего рейха. Вот один из националистов нанес его себе прямо на шею. А вот это уже не просто фашистская символика, а настоящее свидетельство популярной сатанинской идеологии среди так называемых героев Украины. Бафомет – один из главных сатанинских идолов. На бывших пунктах базирования боевиков Азова военные России и ДНР не раз находили настоящие сатанинские капища. Но националистам не помогли ни боги, ни черти. И как закономерный итог, спустя три месяца осады в Мариуполе воцарился мир. Небо просветлело, не слышны канонады, люди свободно гуляют по улицам. А над теперь уже бывшей цитаделью Азова, цехом, откуда выходили остатки нацистов, развивается флаг СССР. Станислав Ивашенко, Михаил Зайцев, Владислав Кустов, Иван Иванников и Анастасия Коваленко. Программа «Главная» из ДНР. Мариуполь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова